В год 80-летия Московской битвы, одного из ключевых событий нашей военной истории, Фонд Общества памяти воинов Русского экспедиционного корпуса реализовал просветительский проект «Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны. Подвиг и память». Идея проекта – взгляд на историю битвы за Москву через судьбы ее героев, которые сыграли важную роль в успешном исходе этого сражения. Жизни наших полководцев неразрывно связаны с важнейшими вехами истории нашей страны и ее столицы. Здесь многие из них получили высшее образование. Здесь они работали в генеральном штабе и ставке Верховного главнокомандования. И, наконец, здесь, под Москвой, под их руководством, наша армия остановила, а потом и разгромила врага и в итоге освободила Европу и мир от фашизма. Биографии полководцев Победы – неотъемлемая часть нашего исторического наследия, которое мы должны беречь и изучать. Поэтому в рамках проекта, который проходил при поддержке Федерального архивного агентства Российского исторического общества и Московского городского совета ветеранов, уже весной в библиотеки Москвы поступил специальный тираж книги «Имена Победы», основанный на уникальных материалах из семейных архивов полководцев. В течение года в районах Москвы состоялись встречи историков с молодёжью и литературно-музыкальные концерты о любимых песнях полководцев и истории создания этих песен. Передвижные выставки по теме проекта прошли не только в столице, но и за рубежом. Во Франкфурте, на Майне, Варне, Никосии. Кульминацией проекта стала конференция, которую фонд провёл совместно с Центральным музеем вооружённых сил Российской Федерации. Она открылась 14 декабря, когда отмечался юбилей перехода наших войск в контрнаступление под Москвой. Благодаря участию представителей вооружённых сил, известных историков и деятелей культуры, представителей архивов и музеев, поискового движения и школьных музеев и, конечно, потомков полководцев, программа конференции оказалась крайне разнообразной, ценной и интересной для широкой аудитории. Важно, что впервые в фокусе темы были не только военно-исторические аспекты, но и увлекательные страницы судеб полководцев, связанные с Москвой, и вопросы увековечивания их памяти. Работа конференции проходила по трём секциям. В Центральном доме Российской армии работала секция по теме «Современная историческая наука о битве за Москву» и роли в ней полководцев. Модератором выступил кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Филипп Олегович Трунов. Доклады представили как видные военные историки, так и представители молодого поколения исследователей. Один из докладов представил руководитель лекторской группы Московского городского совета ветеранов и генерал-полковник Борис Павлович Уткин, который был участником легендарного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Курсантом артиллерийского училища он оборонял Москву под Волоколамском. На секции в Центральном музее вооруженных сил прозвучали сообщения по теме «Москва в судьбах полководцев». Примечательно, что каждый из этих сообщений может стать сюжетом увлекательного фильма. Это, к примеру, драматическая ситуация в Москве осенью 41-го глазами начальника тыла Красной армии генерала Хрулева или головокружительные повороты судьбы Александра Голованова, самого молодого маршала авиации, любимца Сталина. Не говоря уж об операции контрразведки в салоне солистки Большого театра Марии Шапошниковой, супруги начальника генерального штаба. А еще это история старинного московского особняка, где когда-то бывал Пушкин, а в годы войны размещался наркомат обороны. До революции этот особняк был известен как дом купца Щукина, собравшего лучшую в мире коллекцию картин французских компрессионистов. Столь же ярким был рассказ о начинавшейся под Москвой крепкой фронтовой дружбе военачальников штаба Рокоссовского и многие другие темы. Уникальными документами и воспоминаниями поделились потомки полководцев О своих находках и открытиях рассказали писатели и сотрудники музеев. Самым юным участником конференции стал осетинский школьник, юный гид-волонтер из Владикавказа Артемий Мериков. Он с детства увлечен исследованием биографии своего земляка, легендарного полководца-конника генерала Плиева. Модератором секции выступил главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук, полковник Владимир Анатольевич Афанасьев. Для формирования общероссийской исторической культуры и сохранения национальной памяти чрезвычайно важно объединить усилия государства и ученых различных социальных и профессиональных групп. И не случайно секция конференции по теме «Увековечение памяти полководцев Победы. История, опыт, перспективы» состоялась в Доме Российского исторического общества, роль которого для сплочения ведущих научных и общественных сил России чрезвычайно важна. Модераторами секции выступили заместитель исполнительного директора Фонда истории Отечества, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, доктор исторических наук Руслан Григорьевич Гаккуев и руководитель научно-просветительских и культурных программ Фонда исторической перспективы, кандидат исторических наук Елены Николаевны Рудаев. Программа секции охватывала воплощение темы в самых разных областях и в самом широком временном диапазоне. От создания комиссии по истории Великой Отечественной войны в январе 1942 года до актуальных проектов глав архива Москвы были представлены сообщения о воплощении образов полководцев участников битвы за Москву в литературе и о современной интерпретации военных песен. Замечательный мини-фильм о своей работе подготовила студия военных художников имени Грекова. Но, пожалуй, самым неожиданным стал иллюстрированный рассказ о международном патриотическом проекте «Сирень Победы». Также успешным опытом многолетней работы поделился Московский школьный музей имени маршала Рокоссовского. Иллюстрацией к докладам конференции стала выставочная экспозиция, открывшаяся в ноябре в Центральном музее вооруженных сил. Идея ее создания возникла потому, что при подготовке конференции выявились уникальные фотографии, документы и артефакты, имеющие несомненную музейную ценность. Многое из того, что представили для выставки семьи полководцев и коллекционеры, а также то, что было отобрано в богатейших фондах музея, экспонируется впервые. По мере подготовки, благодаря увлеченной работе коллектива музея, выставка вышла далеко за намеченные рамки. В итоге и выставка, и конференция стали уникальными площадками, где посетители музея смогли пообщаться с потомками полководцев, с исследователями военной истории и творческими деятелями. Это, конечно же, было взаимно интересно и, безусловно, усилило эмоциональное восприятие прошедших мероприятий. Подводя итоги, можно сказать, что привлечение к работе над проектом столь широкого круга специалистов помогло выявить новую ценную научную информацию, столь необходимую для совершенствования мемориальной и военно-патриотической работы и для сохранения памяти о славных страницах нашей военной истории. Субтитры создавал DimaTorzok